У предпринимателей, которые делают ставку на сезонный бизнес, началась по-настоящему жаркая пора. Резко выросли продажи мороженого, спрос на кондиционеры повысился на 50%. Пользуется популярностью прокат самокатов и велосипедов, а на террасы и вовсе выстраиваются очереди. Тему продолжит Анна Рапчук. Теплого лета ждали не только дети, но и предприниматели. У тех, чья деятельность напрямую связана с погодой, началась настоящая жара. Прибыль фиксируют общепит, продавцы мороженого, напитков, установщики кондиционеров, а также владельцы пляжных клубов. Кому отдых, а кому бизнес. 300 рублей за вход, плюс аренда топчина 2000. Покупки в баре. За комфорт тюменцы платить готовы. В Анапе много народу, тут пока не очень. Я думаю, до пятницы здесь поживем. Соскучились жители и по водным развлечениям. Их нужно оплачивать отдельно. Считать прибыль еще рано, говорят здесь, ведь частные пляжи открылись в выходные. Есть количество людей, которые побаиваются приходить в этих моментах, но увеличивается с каждым днем. Сколько стоит это развлечение? 500 рублей 10 минут. В парках процветает другой бизнес. Самый прибыльный – прокат электросамокатов. Только одна точка приносит предпринимателю от 15 тысяч рублей в июльский зной. Несмотря на жару, востребованный фургон с кофе. Люди устали сидеть дома, все выходят на природу, отдыхать. Солнце, загораем. Сидим, сами работаем. Уже все красные сгорели. Спрос на установку кондиционеров вырос на 50% по сравнению с июнем, говорят в сервисных центрах. Еще большими оборотами могут похвастаться производители мороженого. В день они развозят около 10 тонн пломбира. По супермаркетам и квартирам. Быстрее на жиотаж реагирует онлайн-ритейл. В магазинах у дома свои нюансы. Их склады зафиксируют нехватку мороженого чуть позже. У них задержка идет на неделю, где-то на 4-5 дней мы чувствуем. То есть если онлайн-заказы мы сразу чувствуем, как только изменилась погода, это в режиме буквально 2-3 часов. Даже сегодня с утра у нас уже в два раза больше заказов, чем вчера. А вот ресурсы общепита ограничены. Всплеск посещений происходит обычно ближе к вечеру. Некоторые рестораны оперативно подстраиваются под спрос и расширяют террасы. Но когда заканчиваются эти резервы, гости стоят в очереди. Мы просим, чтобы немножко подождать, если освобождается стол, чтобы посадить гостей. Вы чувствуете, что жара наступила? Вам самим как? Ну, конечно, конечно, жарко, но все-таки надо обслуживать гостей своих. Бизнес в жару – это не только выгодно, но и волнительно, говорят предприниматели. Ведь санитарные нормы и меры предосторожности в пандемию никто не отменял. Анна Рабчук, Александр Сторожок, Тюменская служба новостей.